Совещание по вопросам развития сахарной отрасли сегодня прошло в Астане. Представители Минсельхоза и Ассоциации сахаропроизводителей ЕАЭС сели за стол переговоров, чтобы обсудить перспективы отрасли. А между тем, в октябре на трех заводах Казахстана начнут переработку сахарной свеклы уже нового урожая. Все подробности материал из Арины Бисембиной. О том, какими запасами сахара обладает Казахстан, рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Сегодня там прошло заседание по развитию отрасли с участием представителей Ассоциации производства сахара ЕАЭС. В ходе встречи стало ясно, сладкого продукта в стране достаточно. В торговых сетях и в стаб-фондах имеются необходимые запасы для потребностей внутреннего рынка. При этом ажиотажа среди населения нет, а цены соответствуют биржевым. На самом деле сахар социально значимый товар. И держать этот тренд балансирован очень важно для любой страны. И с другой стороны, сегодня, когда эта ситуация возникла, может быть она по некоторым сути, при сильном возникла некоторые наши производители. Савтра начали, так сказать, некоторые заявления разлучали. В результате, когда мы посчитали баланс, на самом деле сахар достаточно. Ранее в Минсельхозе сообщали, что переработкой сахарной свеклы в нашей стране занимаются три сахарных завода общей мощностью 630 тысяч тонн в год. Производить продукт там начнут сразу после поступления урожая. В этом году посевная площадь под сахарную свеклу составила 19,6 тысяч гектаров. Это позволит произвести почти 60 тысяч тонн сахара. При этом, если продукта на казахстанских рынках все-таки окажется недостаточно, заводы стран Евразийского экономического союза готовы поставлять продукт нашим переработчикам в необходимом объеме и качестве. Мы можем обеспечить реальные огрузки сахара, с учетом тех правил логистических, ну, может, через две недели только. Дайте ваши объемы, дайте потребители. Мы со своей стороны постараемся обеспечить поставку машины. Подводя итоги совещания, министр сельского хозяйства Умурзак Шукеев рассказал о том, что сейчас в его ведомстве разрабатывают новую отраслевую программу развития сахарной и пищевой промышленности сроком на 10 лет. И в октябре ее презентуют на заседании правительства. Зарина Бесемина, Хабар-24, Астана.